Все те люди, которые ходят в походы, они знают, что в любом случае, если тебе это надо, если ты хочешь, ты обязательно будешь соблюдать гигиен. И всегда можно в походе нагреть горячей водой, и это касается девчонок, и мы всегда им об этом говорим, что можно нагреть несколько котлов воды и отлично вымыться. Кроме того, есть такое благо цивилизации, как влажные салфетки, которые тоже можно даже взять в лагере, они у нашего врача находятся, поэтому мне кажется, это вообще не проблема. Девчонки, часто приезжая сюда в лагерь, не совсем готовые к тому, что придется мыться холодной водой или вообще не мыться, очень пугаются. И когда ты первый раз объясняешь им, что буквально 10 минут закипает котел, у тебя есть горячая вода, и ты можешь спокойно помыть голову, да, и что там, какие-то вещи совершить своим мытьем, у них очень быстро этот страх проходит. Топка из камней, как такая печка получается, и сверху такой есть деревянный каркас. Ну, эту топку из камней топишь, ну, расходишь там костер и нагреваешь в течение, наверное, 5-6 часов, они такие прям раскаляются эти камни. Потом угли оттуда все выгребаешь, все тушишь и накрываешь этот весь каркас тентом, ну, оставляешь только дверь небольшую и то, которая закрывается. Ну, и все, естественно, всех ребяток туда загоняешь и задаешь, и получается, как такая импровизированная парилка. Они там парятся, венички, да, еще можно, там, не знаю, березовые веники, можно делать какое-то эфирное масло эвкалиптовое, там, если, например, кто-то болеет тоже, да, чтобы от насморка. И все, они, естественно, там парятся, и потом мы выбегаем и в озеро, либо в речку, кажется, ныряем, купаемся, моемся. Ну, вот обычно, грубо говоря, я два раза это стабильно делаю, два раза за 14 дней походная баня. Баню походную, что вообще просто самое классное, что может быть, дети невероятно счастливы. Даже вот бывает, девчонки не хотят туда идти, там жарко, там плохо, там мне сейчас дурно станет. Вот это у них такое бывает. Один-два человека туда зайдут, остальные будут сидеть вокруг, подслушивать, услышать, как там клево, обязательно залезут и будут, ну, очень счастливы и очень довольны.